27 октября в 5 часов вечера газеты с анонсом прямой линии расходились тиражом свыше 20 тысяч экземпляров каждая на электронную почту. Вопросы шли задолго до начала телефонного общения. Желающих лично поговорить с главой курорта всегда очень много. Одна из дозвонившихся жительница станицы Анапской Наталья Моисеева. Мы живем на квартале, сразу около новой школы, и у нас на углу улицы Октябрьской и Кавказской построили магазин. И хозяин залил бетоном, и в воде выхода нет. А у нас как раз получается на квартале низина, вот с одной и с другой стороны. Мы канавы вырыли до пояса, но вода, когда сильные дожди, стоит во дворе 20-30-40 сантиметров, топит подвалы. Но вообще канаву надо делать до самой улицы Мира. Там где-то частники выкупают, где-то администрация должна помочь. Ну в общем, это у нас беда, вот она наполевшая. Вот я просто вас прошу в этом вопросе нам помочь. Хорошо, Наталья Николаевна, я изучу ситуацию, обязательно поможем. Вопросы регистрируют специалисты отдела по работе с обращениями граждан. После каждого звонка Сергей Павлович ставит резолюцию, кто будет исполнять поручения. Например, отделу по транспорту предстоит решить вопрос Алексея Николаевича Савина. Я живу на улице Заводской, и у нас ходят по Лениной, по Астраханска только пригородные автобусы. Поэтому мы вынуждены платить по тарифу 17 рублей. Раньше ходил 101 маршрут, у него единственном маршруте была цена городская. Я предложил какой-то городской маршрут повернуть, но это очень сложно. Легче, мне кажется, деньги брать в 101 маршрут, чем повернуть какие-то маршруты на наши улицы. Да нет, проще повернуть, зачем деньги? Ленина и Астраханская у нас ни один не ходят городской маршрут, только пригородные. Анапская, Суцех, Суко, вот такие. Хорошо. Несколько звонков касались льгот на проезд. Вопрос не введения муниципалитета. Социальная защита предоставляет такие льготы. Тем не менее, там, где возможно, городские власти окажут содействие. Да, я слушаю. Добрый. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот в нашем городе, в Анапе, есть общественный транспорт. Вот я не обладаю категорией как инвалид войны. Везде написано, что 14-я статья, 15-я статья законного ветерана предусматривает бусладный проезд. Я показываю удостоверение водителям, они смотрят на меня и смеются, понимаете? По логике, вам необходимо обратиться в соцзащиту, если у вас действительно есть льготы, различные бюджеты, оплачивают ваш проезд. Вы просто не платите за него. Поэтому соцзащита выдает талоны. А талон отдается вместо денег водителю, и он потом предъявляет его к оплате. Понимаете? Вы не обращались, нет? Пока нет. Ну, дайте свой телефон, я думаю, сами на вас выйдут. В редакции вашей газеты также первый заместитель главы Анжелика Бузунова. Ей Сергей Павлович адресует многие поручения по звонкам анапчан, в том числе и по обращению Ольги Черновой из Гостогаевской. В 2015 году по улице Южная провели газопровод, по улице прям. А подключить нет возможности, так как на земле, где поставили ВРП, там земля не дана в аренду. Так нам объясняют. Разберитесь, пожалуйста, и помогите. Мы живем без газа. Буду помогать вам. Аналогичная ситуация была в поселке Уташ Виноградного сельского округа. Там по поручению главы Анапы управление капитального строительства завершило начатый проект газификации, и люди смогли подключиться. Тут же на месте глава поручает решить другую коммунальную проблему с теплоснабжением в многоквартирном доме. Мы от 157 Ленина, 157, третий подъезд. Нам до сих пор не могут подключить полностью отопление. А кто у вас управляющая компания? Коммунальщик. У нас каждый год такая вот проблема, понимаете, две недели не могут в прихожку запустить. Но вчера запустили, вчера было холодно и на кухне, и то есть полквартиры отапливалось, полквартиры не отапливается. На кухне запустили, а вот в прихожке никак не могут запустить. И во всем подъезде так, да? Да, весь стояк с первого по девятый этаж. Весь стояк, вот 74, 70, 66 квартира, с первого по девятый этаж. Как имя, отчество ваше? Любовь Гавриловна. Хорошо, сейчас попросим Любовь Гавриловна. Спасибо. Да пока не за что, будет тепло, будете благодарить. Хорошо, до свидания. А в чем дело? Я думаю, что за воздушиной. Не, ну, проблема за воздушиной. Уже сколько? Две недели уже. За полтора часа прямой линии глава Анапы ответил на 20 звонков. Еще 64 вопроса на вчерашний день пришли на электронную почту газеты. Сергей Сергеев подчеркнул. Люди не просят ничего сверхъестественного. Все вопросы по существу. Решение большинства зависит от добросовестной работы исполнителей. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова